привет дорогие друзья вот я бегу наконец-то навстречу своей мечте все кто меня знают хорошо и плохо практически все знают что я очень хотела изменить форму носа но как-то не обваживаюсь и не в том дело что я боюсь дело не в том я просто боюсь потерять какую-то свою индивидуальность я много раздула пацийских хирургов меня отправляли домой говорит мне что я кризи поделать нужно но все-таки она меня не устраивает сегодня мы будем корректировать носик а сначала мы его конечно без боли мы же не садисты должно быть все не больно немножечко болезненно будет сохраняться и вы все это увидите будет ли мне больно или нет да еще мы сегодня будем использовать специальный нано-гаджет доктора симона которая обезболивает привлечение такая вибрация будет создаваться и нервные волокна будут немножко шокивер она отключены и не будет тяжело передавать сигналом оболен сегодня мы выбрали препарат пальцогидроксиапатита это препарат фирмы это для того чтобы мой носик стал наконец-то еще лучше да вот такой вот филлер мы вводим на рынке в принципе много препаратов кальция я сейчас покажу можно выбирать страшно потому что я доверяю это у нас на украине есть вот такие препараты кальция можно выбрать они разные по цене принципе они аналогичные друг другу вот если минария есть есть радио радио это америка давать это вот и или минаре это издали алин почему лучше брать кальций они гиалуронку для коррекции носиком дело в том что гиалуроночка она очень мягкая особенно если мы берем такие гели и она не удерживает давление тканей мы когда вводим в носик нам нужно очень четкая ровная линия для того чтобы нос сохранял свою форму когда мы вводим гиалуроночка она создает форму красиво но ненадолго потому что давлением ткани она расползается влево вправо носик через время становится более широкий и меньше удерживается вот эта тоненькая грань носика форма носа при том что нам нужно еще поднимать угол носа чтобы поднять уголочек носа и носик сократился поднялся и законосился здесь нужно удерживать целую массу давящего носа гиалуроночка конечно не может это выдержать она со временем через месяца три иногда через полгода начнет расползаться и носик опять проседает в этом смысле очень хорош кальций потому что он это препарат кальций гидроксиапатита из именно этой формы состоит наши кости и зубы то есть он биоэдетичен нашей кости при введении его над костничную ткань носика кость очень хорошо его воспринимает и даже со временем очень тяжело понять где введен кальций а где его нет потому что допустим я себе возводила носик я время трогаю я уже не могу отделить руками такое ощущение что тогда как бы костная ткань проросла и уже это моя форма носа хотя это прекрасно знаю что это не моя форма носа я туда вводила а какой-то дискомфорт есть вот первое время кальций это такой препарат он побаливает как синячок дело то что он стимулятор образования коллагена эластин это как стимулирующий препарат используется в косметологии а соответственно стимуляция она просто так не проходит поэтому первую где-то недельку-две он может побаливать я иногда советую даже первые два-три дня попить что-то противовоспалительное типа ненесильчика или что-то в этом роде вот поэтому болезненность проходит и он ведет себя очень спокойно и очень долго я работаю с кальцием уже 13 лет и я точно могу сказать что он держится по 5-7 лет даже на мне я вижу где его вводила я его вижу до сих пор я могу как доказательную базу провести что не 18 месяцев уносится как написано на упаковках или в инструкции а 18 это минимум и никуда в сторону он не уходит когда он никуда в сторону не уход меня кстати показано многие спрашивают что будет если вести кальций а я потом захочу сделать пластическую херенки на носик скорее всего что вы не захотите делать пластическую херенки после кальций потому что носик действительно меняется очень красивенький становится но если вдруг это не проблема при вскрытии когда мы брать вот ухилист подкожное слое может лопаточкой снять кальций удалить и как бы это небольшая проблема на самом деле дорогие зрители и вот что я хотела сказать все вопросы вас интересующие конечно я у алины расспросила все до этого вот тоже также у своего врача нужно выбирать очень хорошего косметолога врача неважно какого специалиста все что вас интересует а запишите вопросики у спросите все 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 чтобы у вас не возникало вопросов не конечно никогда на кресле сидеть у нас была консультация до этого я в алине уверена потому что много слышала отзывов сама к ней приходил на процедуру вот поэтому делайте правильный выбор специалиста так не многие спрашивают как же так мы вводим а носик при этом уменьшается это законы физиогномики грубо говоря зрительного оптического обмана я могу их немножко описать на себе вот допустим вы смотрите на мой носик если я вот видите этот уголочек если у носика острый он кажется длиннее если уголочек у носика вздернутый курносеньки до носик я могу даже по себе показать там сразу оптически кажется меньше это как бы визуализация наша то есть когда мы меняем угол с острого на тупой или 90 градусов носик сразу подпрыгивает вверх и становится как бы вздернуто короче у меня уже там все нормально мне уже не надо сильно больше короче но я зрителям показываю чтобы вы поняли как это происходит что происходит с широким носом почему широкий но становится уже когда мы смотрим на носик и видим широкую его плоскую часть нам окажется широкий если мы на носик вводим такую тоненькую полосочку или кто-то просит две полосочки как любят препарата который четко удерживает эту структуру да то наш взгляд падает на что-то тонкое и широкие части носика уходят в боковые части зрительно мы их не видим это делает всегда кто делает мейкап они носик здесь затеняют в принципе мы делаем то же самое когда вводим кальций мы широкую часть просто уходим в стороны а зрительно он и на фотографиях везде у нас будет виден просто ровненький четкий узенький носик что касается профиля если у нас есть какие-то горбиночки или неровности то очень легко заполняется горбиночка до горбиночки после горбиночки и соответственно горбиночка теряется в носике да в профиль носик может подрасти на один миллиметр но зрительно он будет уменьшаться почти в два раза вы сейчас увидите как это будет происходить мы обязательно сделаем фотографию до и после а вот снимем видео о том как это на глазах меняется носик становится маленький надеюсь что у нас сегодня не будет сильно отечествовать потому что мы берем безопасную камеру для наполнения носика и носик будем наполнять с двух укол всего лишь один укол мы сделаем внизу для того чтобы сделать угол носика более тупым а вторым укол мы делаем в начале носика для того чтобы вывести ровную спинку носика и еще что я всегда делаю я делаю кончик носика не в конце где он есть по факту а чуть чуть раньше и тогда ваш носик уходит в колонну носика и становится незаметным таким образом мы не только за счет того что мы поднимаем угол носа его укорачиваем но еще за счет того что создаем новый кончик носа в другом месте где гораздо короче сейчас это все увидите но мой носик новый я тебя уже жду